Всех приветствую на канале инженерно-технического центра группы компании VARIUS. Меня зовут Павел Рубежный и я являюсь инженером-технологом компании ISCAR в Украине. Спешу анонсировать цикл нового формата видео, в которых подробно от линейки к линейке мы будем знакомиться с продуктами компании. В данных видео мы будем освещать вопросы инструмента и техническую его часть. Просмотрев данные видеоролики, вы научитесь с легкостью ориентироваться в номенклатуре инструмента компании и делать оптимальный выбор при подборе инструмента для конкретной задачи у вас на производстве. Но в начале немного истории возникновения компании. В 1952 году выходец из Германии Стеф Виртхаймер открыл в небольшой крытой пристройке к своему дому в приморском городке Нагаре компанию ISCAR по изготовлению режущего инструмента. Никто не мог и предположить, что спустя несколько десятилетий она превратится в международного гиганта и займет лидирующие позиции в мировой инструментальной промышленности. Сегодня, собственно, ISCAR составляет сердцевину транснациональной компании AMC Group, куда кроме ISCAR входят такие крупные компании, как Тегутек Корея, Ингир Соль, США и Германия, Тунгало Япония, а также ряд более мелких фирм, как Металдур Швеция, Алтилтек Франция, Юнитак Япония, ЮОП Италия и другие. Производственные мощности ISCAR находятся в различных странах – Израиле, Соединенных Штатах, Китае, Корее, странах Европы и Латинской Америки. А отделения и дистрибьюторы компании представлены практически повсеместно. В активе компании ряд действительно знаковых нововведений, определивших развитие инструментального производства. Разработка 80-х годов в области отрезных канавочных резцов – селфгрипп и катгрипп соответственно, когда пластина закреплялась в державке лишь за счет сил упругости последней и не требовала дополнительных зажимных элементов. Появление в ранних 90-х линии фрез Хелли-Милл с прессованной пластиной с винтовой задней поверхностью, то есть спиральной режущей кромкой, которая обеспечивала постоянство переднего и задних углов фрезы вдоль кромки. Производство в конце 90-х системы сборных сверел Камдрилл со сменной твердосплавной режущей головкой. Выпуск в начале века первых серийных образцов модулярного сборного вращающего инструмента мультимастер, когда резьба специального профиля изготавливалась непосредственно на хвостовике режущей головки из твердого сплава. Непрерывный поиск новых проектных и технологичных решений и большие инвестиции в научно-исследовательские работы – характерная черта компании. Не остаются в стороне и последние достижения науки. В последнее время большое внимание уделяется развитию наноструктурированных покрытий и технологий нано-порошков. 6% годового дохода выделяется на разработку и усовершенствование продуктов компании, чтобы всегда оставаться впереди. Сегодня Искор производит полный спектр резцов, фрез, осевого и резьбового инструмента как со сменными пластинами, так и монолитного. И инструментальную оснастку. В последнее время акцент делается на прогрессивные конструкции, предназначенные для высокопроизводительного резания и направленные на увеличение рентабельности предприятия-заказчика. Для инструмента со сменными пластинами новая концепция перекликается с передовой технологией упрочняющей обработки поверхности пластин SUMOTEC уже после нанесения защитного износостойкого покрытия. Превратившись во всеотраслевого поставщика инструмента, Искор активно участвует в реализации программ инструментального обеспечения проектов под ключ. В сотрудничестве со станкостроительными фирмами, разрабатывая предложение по технологическим процессам обработки и специализированному инструменту. В дополнение к верности непрекращающимся инновациям, Искор исповедует принцип открытого сотрудничества с потребителем, рассматривая себя не столько в качестве поставщика инструмента, но прежде всего как действительного партнера-заказчика в снижении себестоимости механической обработки и как следствие в увеличении прибыльности. На этом у меня все. В следующем видео мы поговорим о теоретической части инструмента не вращающиеся группы, а конкретно об отрезном инструменте. Спасибо за внимание, до новых встреч, пока!